для стабильной мобильной связи. Минцифра хочет бронировать новую категорию мужчин. Министерство цифровой трансформации работает над стабилизацией мобильной связи при отключениях электроэнергии. В частности, в ведомстве хотят бронировать от мобилизации сотрудников ремонтных бригад. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на телеграм Минцифры. Украинская энергетическая инфраструктура уже более двух лет под вражескими обстрелами. Постоянные обесточивания влияют и на ухудшение качества связи и интернета, ведь базовые станции мобильных операторов, которые обеспечивают покрытие, также работают от электроэнергии. Стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом – одно из главных задач Минцифры сейчас, отметили в министерстве. В Минцифре подчеркнули, что украинцы должны иметь доступ к базовым жизненным потребностям, несмотря на действия врага. Чтобы стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом, Минцифра применяла следующие решения. Обновили требования Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины. Теперь мобильные операторы должны обеспечить 25% сетей генераторами, чтобы они работали 72 плюс часа во время обесточиваний. Другая часть мобильной сети должна работать 10 часов в аккумуляторных батареях. Аккумуляторы работают по принципу повербанка, питают базовые станции во время обесточений. Ужесточили проверки по выполнению требований. Операторы будут ежеквартально отчитываться о ситуации НЦУ, Анкек будет проверять исполнение. Разработали постановление номер 322, которое уже принял регулятор. Так операторы смогут подать заявку в Облэнерго, чтобы учреждение модернизировало свои сети, идущие к базовым станциям. Это позволит быстро заряжать аккумуляторы. Согласовали перечень объектов, которые должны иметь бесперебойное питание, а ВАП передадут его в Облэнерго. Работают над бронированием военнообязанных сотрудников ремонтных бригад. Кроме того, РАДА приняла закон об отмене пошлины и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов. Параллельно начинаем работать над новым сервисом, «Украинцы смогут сообщать о проблемах со связью в приложении, даже без доступа к интернету. Когда связь восстановится, информация автоматически потянется в действие». Соберем и проанализируем фидбэк, чтобы в дальнейшем работать над стабилизацией связи, добавили в Минцифры. Бронирование от мобилизации. Напомним, в Украине для сотрудников, критически важных для экономики страны предприятий, военнообязанных, предусмотрена возможность бронирования от мобилизации. 17 июля бронь от мобилизации в Украине стала возможным оформить. Теперь сервис доступен для критически важных предприятий. В Минцифре пообещали впоследствии расширить список предприятий.